Карнавальное шествие передвигалось по главной улице города, возглавила его фарфоровая королева. Костюмы участников – это ожившие и знаменитые сервизы дулевских мастеров. Чайные пары, популярный золотой олень, красавица, сирень, свадебный – каждый костюм создавался не одну неделю. Делали мы, девчонки, своими руками, чтобы сегодня создавалось около месяца. Это рвалось, переделывалось, ну и, конечно же, мы пришли к тому, чего мы хотели первоначально. Фарфоровый фестиваль стал туристическим брендом города Ликинодулева. Агашка покорила не одно жюри российских и международных конкурсов, став победителем престижной ярмарки в области событийного туризма «Russian Event Award». В этом году в шествии у нас приняло участие в два раза больше моделей. Совершенно потрясающее платье. Я думаю, что жюри сейчас будет очень тяжело принять какое-то решение. Очень приятно, что основную программу этого праздничного дня составляет именно фарфоровая программа. У нас прибавилось конкурсов, у нас прибавилось дефиле. Прибавилось и количество мастер-классов. Самый популярный – роспись фарфоровых тарелок. Художники Дулевского фарфорового завода всех от мала до велика учили рисовать тот самый знаменитый розан – Агашку. Не остались в стороне и глава городского округа Орехово Зуева Геннадий Панин, и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов. На фестивале были и кулинарные мастер-классы. На глазах у жителей лепили творожные Агашки, а также символ завода – сокола. К слову, в этом году исполняется ровно 55 лет, как он стал товарным знаком ДФЗ. Геннадий Олегович, вы вообще печете? Никогда. Вообще не готовите? Никогда. Только пельмени и яичницу. Там уже Агашки готовы. Я классический подкаблучник, каждый день готовлю, да. С мукой поменьше, больше с мясом. Все кулинарные творчества гостей тут же могли попробовать все желающие. А фарфоровые фестивали – это в очередной раз подчеркивает индивидуальность Ликино Дулева. Красочные, яркие, замечательные костюмы, замечательные девушки в этих костюмах. Это тоже дает определенное праздничное настроение. В каждой семье Ликино Дулевцев есть связь с фарфоровым заводом. Поэтому этот праздник по-особенному приживается в народе. Его видно, что он проводится всего второй фестиваль, но уже масштабность года от года все больше. Я уверен, что он выйдет на региональный уровень и будет развиваться дальше. В этом году фестиваль посетили тысячи человек. Много гостей приехало из соседних округов Московской области и других областей. Некоторые изъявили желание в следующем году принять участие в нем со своими традиционными площадками. У нас праздник приживается очень, воспринимается хорошо, когда на нем есть гастрономия. Мы поставим палатку, будет написано «Я люблю шатуры», мы соберемся в обязательном порядке. Напечем вам пирогов, если потребуется, в обязательном порядке накормим всех желающих. Праздник 82-летия города Ликино Дулева продолжилась вечером. Жителей ждала большая концертная программа. Были выступления как местных артистов, так и приглашенных звезд российской эстрады. Многотысячная толпа танцевала вместе с певцом Дмитрием Колдуном. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ Настоящим подарком для жителей стал праздничный фейерверк, который длился около 10 минут. Небо озарили десятки залпов. Продолжение следует...